Выездной комитет облсовета провели в стенах территориального управления Росельхознадзора. На повестке дня вопрос финансовый. По разделу сельское хозяйство запланировано бюджетное сигнование в общем объеме 1,904,9 млн. рублей. Это 6% от общего объема расхода. 125 льготных кредитов по молочному животноводству могут отразиться на развитии данной отрасли в Орловской области. Решение зампредправительства по АПК попросил найти уже сейчас. Разрыв. Но у меня предложение, вот здесь пользуюсь случаем, Сергей Петрович, оперативно проработать с Минсельхозом еще раз в письменной форме, получить исчерпывающие ответы о возможности изменения пропорций по этим кредитам с учетом мнения Минфина. Другой не менее важный вопрос – африканская чума и меры, которые регион принимает по ее предотвращению. Этот год показал, проблемы есть и в основном они связаны с ввозом животных без ветеринарно-сопроводительных документов. На территории Орловской области за прошедший период 2018 года регистрировались вспышки особо опасных болезней животных, такие как африканская чума свиней, высокопатогенный гриб птиц, бешенство животных. В июне-октябре из материалов от трупов домашних свиней, которые содержались в ОПХ граждан, а также в двух сельхозподприятиях – это ОНП «Успенская» и агрофирма «Левинское мясо» был выделен геном африканской чумы свиней. А потому Дмитрий Бутусов попросил при формировании бюджета на 2019 год не экономить на этой строчке. Те затраты, которые бюджет напрямую несет сегодня в виде компенсации, сдержек, выплаты из резервного фонда, я бы обратил внимание на управление ветеринарии. И на этом этапе хочу констатировать, что считаю просто недопустимым сегодня сокращать финансирование по ветеринарной службе. Поэтому там уровень примерно сохранен, но тем не менее есть определенные там сегодня, на мой взгляд, непринципиальные, незначительные, но тем не менее сокращения. И я бы просил еще раз, я готов лично с руководством ветеринарной службы аргументированно с вами встречаться с руководством департамента и обсуждать эту тему. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.